приветик всем что-то я подзамерзла дома немножко я хочу в прямом эфире продолжить новую информацию вам говорить в общем в прошлых прямых эфирах и я вам уже говорила что мы берем что делаем как мы творим мы берем все нейтральные персонажи в нашей жизни все люди они нейтральны да мы уже с вами решили и наделяем их своими чувствами и мы всегда чувствуем себя допустим если я трогаю апельсин я не мандарин да если я трогаю мандарин то я не чувствую мандарин я чувствую себя своей руке до трогаю там стенку я чувствую себя они стенку потому что чувство внутри в моем теле и они стенку трогаю вернее стенку трога на чувствую себя чувство мандарин ручку то есть она здесь внутри меня в теле но я как бы не саму ручку чувствую до от чувства свои которые внутри меня, мы с этим уже разобрались, и вот сегодня вопрос такой был у меня в чате закрытый, вот у меня там брат умер насильственной смертью, какого хрена, как с этим разобраться, чем я его наделила? И вот мы стали рассуждать, ну я и объяснила, так и думаю, блин, ну наверное надо и с тобой объяснить, когда мы людей чем-то наделяем, мы думаем, что они такие, на самом деле это наши только собственные чувства о нейтральном персонаже, и понятно, нам люди отражают нас, но мы чувствуем себя, глядя взаимодействие с каждым человеком, мы чувствуем себя, и почему нас окружают люди с каким-то говном, хреновый, какие-то плохие, козлы, убийцы, враги, там еще какие-то петрушки страшные, мы их наделяем всеми своими чувствами, потому что у нас внутри, ну просто разнообразный букет чувств, у нас есть все, кроме самого отсутствия, вообще есть все, все чувства, и мы каждого человека наделяем. Вот хорошими чувствами, которые мы испытываем, мы на самом деле испытываем их не так часто, мы испытываем часто нехватку, там негатив, понятно, нехватка, это вечные долги постоянные, к чему-то, к кому-то, привязываемся только ради того, чтобы эти чувства чувствовать, хотя мы можем их чувствовать здесь, сейчас, это все вот мы с вами обговорили в прошлых эфирах, а сейчас я хочу рассказать, почему мы наделяем людей самыми херовыми чувствами, мы же в себе их подавляем, эти чувства, я такой хороший, я правильный, я честный, я мудрый, я умный, я крутой, я классный, а все противоположности этих чувств мы отрицаем в себе. И сейчас еще как раз скажу, почему мы чувства такие позитивные, типа свойства наши внутренние имеем очень редко, а имеем очень часто больше такие негативные, сейчас объясню почему, потому что когда одно целое вы делите своим дуальным мозгом на две, дуальность и на две противоположности, с одной стороны хорошо, другое плохо, но это же все имеет одно целое, то есть злость, и там радость, допустим, добро и зло, мы отрицаем в себе зло, и получается, мы пополам делим, и естественно, это уже не цельное чувство, оно вообще отсутствует, получается, мы не можем разделить на хорошее и плохое целое, целое, хоть мы и делим, но получается, отрицая одну часть, ну как бы у нас, и вторая часть поломные, не цельные, то есть мы отрицаем вот это добро, ой, зло, и получается то, что и добра тогда в нас нету, какое может быть добро без зла, если это целое, то есть либо мы имеем и принимаем в себе целое, и добро, и зло в себе, да, принимаем и понимаем, да, я вот злюка, да, и я и добрая, я и такая, и такая, это одно целое чувство, но когда мы одно чувство пытаемся у себя украсть, да, мы крадем и второе, потому что ручка не может быть, ну вот только вот таким кусочком, да, ручка, она есть вся, или, блин, кольцо я сейчас возьму, да, вот одна половинка, она круглая, да, какая-то имеет добро, а какой-то кусочек зло, но если я его поломаю, то кольца у меня не будет, у меня будут обломки, и того обломки, и того обломки, то есть отрицая зло, я лишаю себя и добра этого, понимаете? Так вот, мы такие хотим чувствовать себя очень хорошо, такие все в любви, такие все в радости, но противоположно отрицаем, поэтому мы ни того, ни того не получаем, мы как биороботы, знаете, такие бесчувственные ходим, и отрицая все эти негативные чувства, они в нас складываются, да, и нам тяжело, нам физически тяжело, мы чувствуем этот груз, груз вины, там, ответственности, чувство вины, вот это вот всё у нас рождается, вот эти чувства, это наш груз, но нам же надо как-то, блин, существовать, поэтому мы берём людей, нейтральных персонажей, и наделяем всем тем, чем нам тяжело таскать на себе, да, этим грузом мы сгружаем на других людей, то есть мы все эти чувства подавленные в себе, начинаем видеть в других людях, потому что нам нужно этот груз, блин, кого-то наделить этим грузом, чтобы самому не таскать, понимаете, поэтому вот у нас эти все злющие враги вокруг окружают, такие петрушки не очень хорошие, потому что нам тяжело этот груз таскать, но он у нас есть, и мы наделяем каждого человека только своими чувствами, и наш фокус внимания постоянно на вот этих негативных чувствах, раз он фокус, мы же их подавляем, и поэтому у нас этот фокус внимания как на деньгах, да, у меня нет денег, я хочу денег, я хочу денег, фокус внимания на деньгах, на самом деле, когда вы хотите, у вас недостаток их, вы понимаете то, что у меня сейчас недостаток, у меня сейчас недостаток, и фокус внимания не на самих деньгах, а на недостатке денег, Точно также у вас фокус внимания на вот этой всей херне, то есть вы хотите быть добрым, хотите быть добрым, хотите быть добрым... Нет, эфир вот 10 минут идет. А фокус внимания, я злой, я злой, я злой, то есть понимаете, когда вы концентрируетесь на деньгах, получается что вы концентрируетесь на недостатке, просто привожу пример с другой опера, чтобы было понятно. Хочу объяснить точно так же с чувствами, что когда вы хотите быть хорошим, правильным, у вас фокус внимания, что вы нехороший и вы неправильный. Но вам тяжело таскать эти чувства, поэтому вы этими чувствами наделяете всех людей вокруг, чтобы самому это не таскать. Понимаете? Если вы добрый и правильный, вы не будете хотеть быть добрым и правильным, потому что хотят всегда от недостатка. Вам это не достает, а не достает проявить эти чувства, узнать об этих чувствах, что они у вас есть, они ваши. И вы всех людей тем самым убиваете. То есть вы берете, допустим, вот брат, наделили его какими-то своими чувствами, потому что не чувствуя в себе всю гамму чувств, весь этот спектр. Вы убиваете себя. И, естественно, проекция вовне вам показывает, посмотрите, как вы убиваете. То есть вы убиваете людей вокруг. Вот все люди, которые умирают, это показывает вам, что вы себя убиваете. Вы наделяете человека определенными чувствами, определенным грузом, вам это не нравится, вы разрываете все эти привязки, и как бы его нет в вашей жизни. Вот. Но все люди, они нейтральные персонажи, перестаньте об этом беспокоиться на самом-то деле. Если вы видите в ком-то какашку, то признайте эту какашку в себе. И признайте, с какой какашкой вы боретесь в себе. Признайте это чувство. Не боритесь с ним, не убивайте это чувство в себе. Не надо наделять этим чувством другого человека. Он такой же, как вот эта ручка, нейтральный. Когда вы соприкасаетесь с этим человеком, вы чувствуете себя, вы чувствуете в себе эту какашку, но не хотите признавать. Это он какашка. Это он такой козел меня бросил. Это он такой стрёмный, взял у меня в долг и обокрал меня. Да, это вообще убийца убил там кошку на моих глазах. Но это чувство какашки вот этой вот, оно в вас внутри, понимаете? Это вы его наделили таким свойством, потому что вы не хотите это в себе признавать. Вы творец и Бог, но не хотите признавать вот этого Бога внутри со всеми своими чувствами. Поэтому вы начинаете, блин, разделять себя. Это и есть разделение, а не единство. Вы начинаете себя разделять и каждому отдавать то, что типа не мое. Вот это вот я тебе дам. Вот это вот это говно я тебе дам. Вот это вот я тебе дам. Вот это вот я тебе дам. То есть получается, что вы вот этот груз начинаете на людей скидывать. Но когда вы отдаете, получается, ломаете вот это кольцо пополам, которое является двумя дуальностями или даже целый кристалл. Видите, какой тут блестящий классный, тут много граней разных. Вы это все дробите, разделяете все эти чувства. Но кольцо уже перестает быть кольцом. Вот это чувство, оно уже не цельное. Это просто разные обломки. Вы пытаетесь один обломок себе удержать, а другие типа раздать. Но у вас есть все эти раздробленные части. Они все в вас живут. Но вы не хотите упорно это видеть. Блин, надеюсь, хоть кто-нибудь допрет до этого. И я, блин, просто охерею, если кто-нибудь еще допрет до этого. Это же капец как. Вы, например, вот вопрос, да, когда мы признаем, что произойдет дальше. Ну, блин, как у вас, Мэйлен? Ну, блин, ну подумай, включи мозги свои, подумай. Если ты наделила нейтральный персонаж, пустой стакан, человек, пустой стакан, в который ты свои яйца вкладываешь. Если ты его наделила какашкой и живешь с ним, он твой ребенок. А он говно последнее, он кошек убивает. Ну, например, или это муж-козел, который тебе изменяет. Или он там пропивает все. Но если ты понимаешь, что ты своими чувствами, которые ты, блин, в себе подавляешь, его наделила этими чувствами, то, блин, ну конечно, ну что может произойти? Ты можешь увидеть это чувство, принять в себе. Тебе не надо будет его наделять этими чувствами. Ты их примешь, и они будут твои. Как их принять, я уже рассказывала в прошлых эфирах, и сейчас еще повторю. Ты можешь... Мы что делаем, да? Мы, получается, берем это чувство свое собственное. Наделили какого-то человека этим чувством, которое нам не нравится. Есть, конечно, чувство, которое нам нравится, мы их тоже наделяем. Да, не видим их в себе нифига. А вон он гений, он гуру, это художник, этот богатый, этот счастливый, а я вот такой, блядь, бедный, несчастный. Ну, сука, это твое отражение. Почему ты их в себе не видишь? А не видишь, потому что ты противоположность. Ты вот эту ценность не видишь, потому что ты эту противоположность разделил. То есть ты не видишь все богатства, потому что ты отрицаешь бедность, бедностью ты наделил весь народ и себя, в том числе. Естественно, откуда у тебя будет богатство? И ты наделяешь, блин, еще и кого-то богатым, кого-то бедным, а ты в себе не видишь ни того, ни другого. Я вообще какой-то нейтральный персонаж. Так это люди вокруг нейтральные персонажи для вас. А у вас есть все, и бедность, и богатство. Но вы это разделили, то не признаете богатство в себе, наделив какого-то человека, а то отрицаете, наделив бедность у другого человека, понимаете? Одно, не хотите просто увидеть себя, хоть вам и нравится это, но вы завидуете, завидуете. А другого наделили, чтобы, блин, скинуть с себя вот это вот чувство груза в себе, которое никак принять не можете. То есть получается, что вы просто наделяете этих людей. Если вы видите пьянство вот это вот, или там какашку какую-то, вы берете и рассматриваете. Вот этот человек злой, да? Если вы поймете, что злость и радость – это одно чувство, разделенное, вот одна ручка, одно кольцо, которое вы разделили, блин, на несколько частей, раздробили, если поймете, вы видите целое, что две эти противоположности – это целое. Вот мы трансформировали программу, вы примерно должны понимать, как мы находили новое третье. Добрый, злой, чистый, грязный. Почему чистое может быть грязным, а грязное может быть чистым? Какое тут целое? Или почему комфорт – это дискомфорт, а дискомфорт как раз-таки в нём и весь комфорт? Почему в безопасности самая большая опасность, а в опасности самая большая безопасность? Почему? Мы это уже с вами тысячу раз разбирали, кто трансформировал программы сотними пачками, ну, должны меня понять. То же самое с чувствами. То же самое с чувствами. Наши чувства мы все разделили, блин, на кучу кусков, и, естественно, один кусок не принимаем, а у нас уже целого нет. И второй кусок, получается, куда-то делся. Мы тоже его куда-то отдали, ещё и завидуем то, что отдали. Понимаете? Весь смысл вообще вот в этом. Так вот, когда вы признаёте то, что да, это не он какашка, это я какашка, это не он злой, это я чувствую к нему злость, злость, потому что эта злость моя, внутри, к самому себе. И когда вы просто берёте любое чувство, находясь в точке здесь, сейчас, наблюдать, просто наблюдаете злость, вы ничего не делаете, не отрицаете, не трансформируете, не включаете свои мозги, ничего. Вы просто чувствуете эту злость внутри себя, и сами себе даёте ответ, то, что да, это моё, я это чувствую, это в моём теле, это же в моём теле злость. Неважно, злой он на меня или на него я злой, на самом деле я злой сам на себя, потому что злость она в моём теле, это просто моё чувство, это моё чувство. Я создаю такие ситуации, чтобы эти чувства проявлялись, для того, чтобы я их заметил хотя бы. Каждый раз подавляя своё чувство, оно либо проявляется вовне это чувство, в какой-то уплотнённой форме, в виде какой-то материи, то есть создаётся такая ситуация, либо оно уплотняется, если его вы не выпускаете, а подавляете внутри, оно уплотняется внутри вас, внутри вашего тела, то есть это ваши там блоки, зажимы, боли, что любая, это уплотнённая форма вашего зажатого, любого чувства. То есть любое чувство, которое вы зажали и не проявили никакими внешними факторами, оно застревает в вашем теле, это уплотнённая форма внутри. чувство, оно всегда сразу проявляется, в любой форме чувство проявляется, в уплотнённой форме. Оно либо в теле, либо вовне, если вы его проявляете. Если вы злость проявляете, орёте на другого человека, на собаку, на детей, пофиг вообще, оно проявляется вовне и материальный мир ситуациями это всё показывает. А если вы такие равнодушные, подавили в себе, да нифига не злой, я вообще самый добрый на свете и позитивная психология. Это, блин, вас внутри оседает, в теле, в виде какой-то боли. Потом это болит, это болит физически, на физическом теле, либо морально, но это болит. Это ваше подавленное. Вы на самом деле всю жизнь только и делаете, чтобы все эти чувства из себя достать, проявить, чтобы их увидеть в себе. Мы живём, чтобы познавать себя через чувства. Мы себя по-другому не можем познать. Но все эти чувства, которые из нас постоянно выходят, мы либо подавляем, либо эти чувства перекладываем на нейтральные персонажи. То есть эти яйца вытащили из себя, вернее, оно у нас, это чувство появилось, мы его либо внутри зажали, либо проявили и наделили этим яйцом банку пустую. То есть человек любой в вашей жизни – это нейтральный персонаж, который либо наделён вашим чувством, которое вы не принимаете, либо оно село там внутри. И все люди вот эти какашки, они транслируют вашу собственную какашку. Как только вы понимаете, что он нейтральный персонаж, что это чувство моё, и просто за ним наблюдаете, оно начинает меняться. Ваша злость под наблюдением, вот просто закрываете глаза и понимаете, что ваша злость – это просто ваше нейтральное чувство. Вы его наделили какой-то эмоцией, его наделили деструктивной эмоцией, либо вот это чувство бурления в вас наделяется в зависимости от настроя, либо на радость это чувство бурления наделяется, либо в злость. Но это одно целое чувство, как чувство оргазма, когда собирается и выплеск, смех собирается, уплотняется и выплеск. Злость собирается, копится и выплеск – одно и то же чувство. Мы просто решили эти чувства разделять и наделять его какими-то там плохими или хорошими свойствами, так не очень или супер-супер очень. Но чувство – оно одно, это наша вибрация просто, понимаете? И весь смысл в том, что вы можете поменять вот так вот любого человека, вот так вот. Потому что, если вы это осознаете внутри себя, блин, ваше отражение меняется на три щелчка. Самое главное, что я хочу сказать про чувства, вы, надеюсь, поняли, что мы наделяем чувствами, которые в себе не принимаем. Мы не принимаем в себе добрый и хороший. Вот добрый и хороший вокруг ходит, нам показывает, ну блин, обрати на себя внимание, ты же тоже добрый, хороший. Это ты красивый, это ты богатый, это ты счастливый, это ты офигенный, это ты просто настолько классный. Это ты, понимаешь? Либо то, что мы подавляем и не хотим этот груз, но уже настолько в нас внутри вот этот груз засел, либо он уже через тело там болячками, либо мы берем и этот груз сваливаем на других людей. И они нам показывают, да блин, обрати внимание, это твой груз, это не мой груз, нет у меня никакого груза. Это ты меня наделил этим чувством. Да, я такой, я потому что играю свою роль для тебя. Ты меня наделил этим чувством, и я такой. Я не такой на самом деле, но ты меня наделил, и я такой. Потому что в твоем мире я твое собственное отражение, и больше никак. Когда вы это понимаете, видя другого человека какашку, что он, ну я не знаю, любое, что можно взять, он… Я уже даже не знаю, какие чувства в моем мире, что я их просто уже не помню. Есть ли такие чувства? Даже представить не могу чего-то такого негативного. Например, она стерва. Вот прям стерва капец. Вот просто стерва. Я подавляю в себе стерву. А что это такое за чувство стервы? Вот что это за чувство? Почему? Ну, как наши чувства проявляются вовне? Они в уплотненной форме. То есть букеты чувств – это какие-то образы. Букет чувств – запаха, цвета и так далее. То, что мы наделили, оно превращается либо в объекты, в предметы, в образы, в деньги, в желания наши. Либо точно так же материализуется человек во внешнем мире с букетами ваших собственных чувств, которые вы себе не принимаете. Поэтому нас и тянет к этим людям, чтобы, блин, увидеть в себе то, что вот я сейчас отрицаю. Почему мы так ненавидим своих родственников очень часто? Нейтральные персонажи по улице ходят, мы же их ненавидим. А самые близкие люди, мы их ненавидим. Ну, конечно. Они же нам отражают нас просто вот так. То, что больше всего мы в себе в первую очередь отрицаем, вот прям давим. И эти персонажи, они наделены нашими чувствами, свойствами. Так что делать? Увидели это? Все. Короче, демагогию закрываю. Давайте конкретно. Давайте конкретно. Мы берем человека и видим, что он нам демонстрирует скупость. Увидели, осознали, что он нейтральный персонаж. Скупость – это мое подавленное чувство, мое собственное, которое не хватает для цельного моего «Я». то есть, оно – одна какая-то сторона моего колечка, которое внутри раздробило. Это мое чувство, да. Я его поделила там на хорошие, на плохие части. Но целое колечко. Оно целое – прекрасно. Вот целое – оно офигенное. Оно красивое. Оно классное, понимаете. Но мы его раздробили на разные куски чувств. Плохие, хорошие, там очень, не очень. И поэтому каждый отдельный осколок нас не устраивает. И мы его не принимаем. Мы берем эти осколочки, начинаем себя собирать. Мы цельные, но мы себя раздробили на все части и раздали их всем. Наделили всех людей собой. А себя не видим вообще. Ну, вообще не видим, понимаете. Конкретно. Демагогия заканчивала опять, и я люблю в нее ходить. Видите человека, стерва, да. Мы вообще стервы начинали. Так, стерва есть во мне. Что я чувствую? И просто наблюдайте за этим чувством. Не боретесь, не отторгайте, не отвергайте, не пытайтесь ничего с ним делать. Просто наблюдайте. Самое сложное, самое сложное, в самом простом. Простое – это любить себя. Самое простое вообще, что можно на этом свете делать – это любить себя. Но никто не может, это слишком сложно. Но это просто. Это просто наблюдать за собой, за своими чувствами и ничего с ними не делать. Просто наблюдать. Но при наблюдении, там, злости, стервозности себе, вообще любого чувства, плохого и хорошего, оно трансформируется, и оно меняется. Если вы попробуете сейчас понаблюдать за своим дыханием, если вы, блядь, безусловно, любовь, сейчас убью кого-то нахер. Если вы наблюдаете, я чувствую себе злость. За дыханием оно начинает меняться. То есть вы не чувствуете дыхание, не видите, подавили его, не знаю, не обращаете внимания, закрыли глазки. Начинаете наблюдать, как вы дышите. То, что мы на сеансе делаем, я уже давно учу это делать. Ребят, закрыли глаза, и вы начинаете наблюдать, что вы начинаете по-другому дышать. Кто-то глубже, кто-то прерывисто, кто-то по-другому. Структура дыхания полностью меняется. Когда вы наблюдаете осознанно здесь сейчас за своей злостью, вы видите, что это какие-то вибрации в теле, что-то бурлит, что-то кипит, что-то такое, оно начинает меняться. И вы видите, что в этой злости нет ничего. Там есть только радость. Но нет злости. Как только вы начинаете наблюдать внутри. Интересно, какое чувство я сейчас испытываю, оно кардинально меняется. Оно поменялось в вас, и что вы думаете? Отражение, которым вы его наделили, оно что сделается? Что с ним будет? Понаблюдайте. Люди вот так меняются, вот так, вот так, вот так. Было бы желание. Но мы не хотим идти в себя, мы не хотим рассматривать. Что такое для меня безусловная любовь? Вон, выше сказали. Безусловная любовь – это принимать себя. Принимать любое чувство. Я, бля, втираю, это уже 20 минут или 30. Я не знаю, сколько идет прямой эфир. Вы меня опять задаете этот вопрос. Любовь – это любовь к себе. То есть, внимание на себя. Зная, что все, что вокруг есть в вас – это ваши собственные чувства. Уплотненная форма ваших собственных чувств. Люди – это целые миллиарды букетов ваших собственных чувств. Апельсин тоже куча собственных чувств здесь имеет вашими наделенными. Вы его чувствуете? Нет. Вы чувствуете себя внутри, когда вы соприкасаетесь с ним. Вы его можете разными органами чувств чувствовать. И запах, и цвет, и глазами, и ушами послушать. Ну, нихера я его не слышу. Похер. Короче. Я чувствую себя рядом с этим апельсином. Он нейтральный для меня. Это я его наделила такими свойствами. Ручку. Я чувствую ручку. Я чувствую стену, да? Чувствую ручку, да? Нет. Я себя чувствую. Я соприкасаюсь и испытываю определенные чувства в себе. Когда я соприкасаюсь со стеной, я испытываю определенные чувства. Я не стенку чувствую, себя. Потому что, соприкасаясь, во мне, внутри моего тела есть чувства. Также я соприкасаюсь с людьми, и я что-то чувствую. И я думаю, что он такой. Но это я думаю. Я чувствую, но это я чувствую. Не он. Он не такой. Он другой. Она другая. Они другие. Мы не подвластны увидеть, какие другие люди. Нам это вообще не подвластно. Вот, к примеру, возьмем... Что видите? Вот опишите, да? Вы видите тигра? Я скажу, нет. Здесь тигра нет. А вы мне будете доказывать. Я буду говорить, тигра нет. А потом я переверну и скажу, что вы видите. Вы будете мне говорить, такой красивый цвет. А скажу, нет, здесь тигр. Понимаете? Мы смотрим на другого человека, а между нами зеркало. Каждый видит себя и свои собственные чувства. И мы каждого человека наделяем только своими собственными чувствами. Если вы их принимаете, собственные чувства, конечно, у вас безусловная любовь ко всем людям, ко всем животным, каждому дереву, каждой травинке. Если вы понимаете, что вы себя любите, вы чувствуете свои чувства. Если вы знаете то, что это ваше, и вы не отрицаете, тогда у вас просыпается весь спектр чувств. То есть вы принимаете в себе зло. Да, я злая. Ваше добро, оно автоматически к вам возвращается. Я там, например, некрасивая. Вы понимаете, да? Я почему-то некрасивая. Я чувствую, что я некрасивая. Вот прям как чувствую, закрыла глаза и начинаю чувствовать, какая я некрасивая. Блин, чувство меняется. Я понимаю, что ни хрена не некрасивая. Я очень красивая. А с чего это я так о себе? Да красивая я. Когда вы начинаете наблюдать за своими чувствами, они меняются. Вы целое видите, понимаете? Ни хрена вы не понимаете. Это надо пробовать. Это пробовать надо. Брать всем, чем вы наделяете. Всех родственников, людей. И убиваете вы этих людей только для того, чтобы уходят от вас люди. Уходят дети, уходят мужья, уходят жены. Они уходят. Родители. Только потому, что у вас такая сильная привязка к этим нейтральным персонажам. Вы на них все переложили. Все, что вы не хотите в себе видеть, груз весь выложили, выкатили на них. И то, что еще и хорошее все не принимают. В другую сторону медали тоже, блин, я не такая умная, я не такая честная, я не такая хорошая. Вы тоже на других. Но этот груз, знаете, переполненные эти стаканы уже, эти банки, эти сосуды вокруг нас уже, ваши чувства настолько переполнены, что просто нужно уйти из вашей жизни, чтобы вам все это назад вернуть, и чтобы вы опять на себя внимание обратили. Никто не уходит из вашей жизни просто так. И никогда не уходил. Только потому, что вы слишком на него очень много важности переложили, своих собственных чувств, наделили их, а в себе это не видите. Так, высказалась. Ой, сколько, блин, сообщений. Надеюсь, где взять деньги, таких сообщений не будет сразу, что нахер, вот, буду принимать у себя. Привет, Нельчик, привет, привет, привет. Рада видеть, я тоже рада. Короче, у меня открылось такое, что я вообще просто в шоке. Я вам вчера обещала новую информацию, я дала новую информацию, да, но я знаю, что я вам еще завтра скажу новую информацию. Сегодняшнюю завтра забудете, потому что она уже нафиг будет не нужна. Постепенно вас доведу кое-то до чего. Вы, короче, офигевайтесь, впускайте в себя новую информацию. Короче, что я хотела сказать напоследок. А, у меня такой вопрос был, Нелли. Я все поняла, но я ни хрена не поняла. Вот так тоже, да, понятно. Ну, как бы это нормально, я все поняла, ничего не поняла. Если я, типа, буду чувствовать, что у меня ровные белые зубы, то они сразу материализуются, и ждем такие с ним. Когда же у меня, блин? Надо почувствовать, какие у меня будут красивые ровные белые зубы, и ждем. Когда же они у меня будут? Не, ну я серьезно говорю. Если мы хотим белые красивые ровные зубы, надо почувствовать, какие чувства за этим стоят, и все. И сидеть, ждать. Когда же они будут? Да не так это работает. Вообще не так. Все внешние образы, все ваши желания, все ваши картинки, это просто подсказки, которые нахер вам не нужны, и не ждите их вообще. Отвяжитесь уже от них. Вам нужны чувства. Когда вы проживаете чувства здесь, сейчас, и не знаете, вот что вам сейчас нужно, вспомните о любом желании, как подсказку, букет, образ материализованных ваших чувств, в уплотненной форме ваши чувства. Блин, ну вы не знаете просто, как их представить, какие чувства сейчас хочу испытывать. У вас есть какой-то недостаток. Вы чувствуете этот недостаток? Вы чувствуете этот дискомфорт каких-то чувств? Каких? Ну подумайте о любом желании, какое бы вам хотелось. И там просто подсказка вам, каких чувств вам сейчас не хватает. Давайте эти чувства. Забудьте о этих белых зубах. Вам сейчас не хватает чувства, которые дали бы вы эти белые зубы. Но если вы чувства эти себе дадите, вам уже эти белые зубы нахер не нужны. Но при воре, возможно, у вас будут белые зубы. А может, красное, может, зелёное, может, чёрное, фиг его знает. Но вам всё равно понравится то, что у вас будет, потому что ваши чувства, которые вы проживаете, принимаете, кайфуете от них, они под фокусом вашего внимания материализовываются. Вот ещё про фокус внимания я хотела сказать. Вот какая фигня. Вы наделили человека свойствами определёнными. Например, он бедный. Или он козёл. Или он такой тупой, что он даже не может пойти и чего-то сделать. Или он такой тупой, что он не понимает меня. Или он такой тупой, что не может заработать денег. Вы его такими свойствами наделили. И ваше внимание на то, какой он козёл. У вас постоянно внутри эти чувства, они в уплотнённой форме всегда проецируются на внешнем человеке. И он вам это всегда транслирует, транслирует. Ну, блин, заметь меня уже, это в тебе. Ну, вы такие, не-не-не-не, это в тебе. Короче, фокус внимания всё время на этом. Куда фокус внимания? Да, ваш поток любви – это поток внимания. Он идёт и материализует. Вам нужно это чувство заметить в себе, признать в себе, наблюдать, как оно у вас там меняется. Просто под наблюдением, без всякого усилия воли. И постепенно смещать фокус внимания на другое. А найдите в этом человеке что-то, бляй, хорошее. Но неужели этот такой козёл, с которым я почему-то начал семью устроить, или родила его вообще, этот козёл такой родился, козлиный, или папа у меня козёл, или друг у меня козёл, пофиг вообще. Неужели этот козёл, с которым вы взаимодействовали, помню, в любви и в радости, вдруг такой козёл? Может быть, вы вспомните какие-то и другие вещи, почему ваш фокус внимания, ваши чувства постоянно в фокусе внимания на какой-то херне. Вам сделают там миллиард доброго и маленькую какую-нибудь херню, в эту херню всю жизнь помните. И эта херня делает из него козла. А всё, блядь, хорошее вообще не видим. Шторки, шторки. Наше внимание на вот этой вот херне какой-то малюсенькой. И она постоянно материализовывается, постоянно даёт о себе знать. Ну, бля, прими это уже в себе, прими это в себе, понаблюдай, это твоё чувство, что ты его гасишь. Это часть чего-то целого, твоего, собственного. Но нет, мы, блин, фокус внимания держим, и это чувство, которое мы испытываем, и фокус внимания постоянно на нём, оно постоянно проявляется, 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 бесполезно. Так сместите градус своего внимания, даже не находите целый к этим чувствам, хрен с ним. Даже забудьте о том, что вы чувствуете себя, а не стенку. Даже это забудьте, как сказала Оля. Просто сместите обзор внимания, хотя бы для начала, для первого шажочка, для первой ступеньки вашего пути к себе. Сместите фокус внимания и найдите в нём хорошее что-то. Не наблюдайте это хорошее, взращивайте в нём это. Почему ещё говорят, а бабы, это же вообще оторванные существа такие, они же настолько придурочные, они как балалайка, да. Если рядом с ними мужик-миллиардер, они делают из него миллионера или вообще нищего. Но классные бабы, которые себя любят, они делают из мужика миллионеров. Но это не мужик такой, он нейтральный персонаж. Это вы своими чувствами наделяете. Если вы видите в человеке красоту, он становится автоматически красивым. Если вы видите в нём калеку, он, блин, и будет калекой. Когда вы нашли это чувство в себе, повторяюсь тысячу раз, потому что тема не заходит, я смотрю на кучу эфиров одни и те же вопросы, а сегодня я ещё решила добавить, почему мы наделяем этими чувствами людей. Потому что в себе это не можем терпеть, грусть тяжёлая, надо, блин, его раскидать по народу. Забираем этот груз с херни всякой, которую мы наделили, обратно себе, признавая это в себе, наблюдая это в себе, ничего не делая, просто я здесь сейчас наблюдаю эту фигню. Да, я такая идиотка, да, я плохая, да, я там пиздлявый ящик, да, я лживая сука, да, я вот такая, да, я вот такой, да, я бедная, да, я больная. Просто наблюдаем за этими чувствами, и вы понимаете, как они начинают разворачиваться. Вы начинаете испытывать совершенно другие чувства, потому что когда вы внимании на себе, вы любите себя, когда у вас идёт любовь, эти чувства перестают быть теми чувствами, которых вы наделили вот этим деструктивом. Они становятся либо нейтральными чувствами, либо они вам начинают нравиться. И вы то же самое продолжаете наблюдать вовне не специально, нечаянно, просто вот так получается, то, что вы в себе это полюбив, больше не увидите эту какашку в другом человеке, ну не увидите. У вас не будет какашки внутри, которую вы подавили. Она у вас трансформируется, и вы не сможете её увидеть в других людях, просто не сможете. Тут на самом деле работа над собой очень много. Находиться здесь сейчас, наблюдать за своими чувствами, любить себя, видеть в других людях себя. и знать, что каждое чувство – это всего лишь кусочек целого. Позитивное чувство по-любому имеет противоположность. Все чувства нейтральны, вообще всё нейтрально, все слова нейтральны. Мы их наделяем сами, разделяя их на хрен и хорошо, да, на фигню и нормально. Мы сами разделяем. Но когда мы одно отрубили, всё, ручка перестаёт быть ручкой, это обломки. Ни того, ни другого, понимаете? Хотите быть классными, хотите быть добрыми, хотите быть честными, пожалуйста, примите в себе и противоположную сторону. Признайтесь себе, что да, я такой. А ваш стыд – это то, что есть в вас 100%. Стыд – это вообще офигенное чувство обнажиться. Стыд – это чувство снять маски. Стыд – это чувство, когда ты хочешь быть самим собой. Ну, блин, стыдно, потому что вдруг нейтральные персонажи что-то обо мне подумают. Ну, вдруг я о себе что-то подумаю. Всегда в рамках ходил, всегда маски одевал. А тут вдруг я признаюсь, что я никакой нехороший. Я и хороший, и плохой. Во мне есть всё, я целый, я полный. Я люблю всё в себе. Пускай это будет даже самое говнистое говно, но я это люблю, и признаться – это тяжело обнажиться. Вот обнажиться – это и есть любовь к себе, увидеть в себе эти чувства. Любовь к себе – это принимать любые недостатки других людей, как свои написано в Библии. Это всё об одном же. Возьмите любое учение, всё об одном. Я просто решила своими словами объяснить, как я понимаю про безусловную любовь, про чувства, и как мы творим, и как мы творим словами, как мы творим чувствами, как мы наделяем, и зачем мы вообще трансформируем программы, и зачем теперь нужно не дробить свои классные чувства на эти куски, одно отрицать, другое – это. Признайте в себе убийцу и тварь последнюю. Это всё вы, это вы. Вам тяжело этот груз нести, поэтому, конечно, лучше персонаж наделить – это он, это не я, это он такой убийца плохой. Я-то хороший, вот сто процентов. А он, ну, блин, мне тяжело признать, что я убийца. Это невозможно. Чувства поднимаются такие, хочется, блин, себя прибить. Как это, блин, я убийца? Да ладно. Но вы убиваете себя каждый день, наделяя других своими чувствами, не признавая их в себе. Вот вы самый настоящий убийца. Кто признает в себе убийцу и заберёт все эти чувства себе, поймёт, признает их в себе, автоматически перестаёте быть убийцами, перестаёте себя убивать. Когда люди это осознают, то мы не будем умирать, когда критическая масса людей это осознает. Ну, мне кажется, уже так лет через 10-15, но 300 лет – это будет средний возраст жизни, ну, ещё идти и сознанию коллективному к этому идти. Вот, посмотрим, понаблюдаем. Я пока умирать вообще не собираюсь. Вот, вообще, на тему смерти начала. Что-то ещё хотела добавить. Комментарий не хочется читать, но вопрос отвечать почему-то. Хочу просто поговорить. А, про боль, болезнь. Слушайте, в каждом эфире одно и то же. Про эти болячки уже тысячу раз говорили. Болезнь – это здоровье. Две дуальности. Чуете, да? Это одно целое, две стороны медали, две противоположности. Болезнь – здоровье. Болезнь – это здоровье. А здоровье – это болезнь. Это одно целое. Почему? Какой бы вы образ сейчас, если бы вы трансформировали программу, не представили, если вы начнёте его рассуждать и накидывать ассоциации, то вы придёте к одному и тому же. Когда организм функционирует на 100%, выполняя свою функцию, ну, это как бы полное здоровье. Когда ваши глаза хорошо видят, это значит, глаза своё здоровье показывают на 100%. Если вы хорошо слышите, ваши уши слышат и выполняют свою функцию, значит, они здоровы. Если ваш язык чувствует вкусы и ещё и помогает вам говорить, ну, ваш язык здоров на 100%, да? Здоровье – это когда каждый орган, организм выполняет свою функцию. Что такое болезнь? Болезнь – это язык тела, который выполняет, сука, свою функцию и говорит вам, где вы себя убиваете здесь в башке, потому что, блин, тело вторично, башка первично, вы сначала в башке себя убиваете, тело вам просто подсказки даёт, оно говорит с вами. То есть любая боль – это та точка подавленного вашего чувства, которое болит в вашем теле. Болезнь – это здоровье, когда ваше тело с вами разговаривает. Когда вы здоровы, вы больны, потому что ваше тело не разговаривает с вами, вы его не слышите, оно не показывает вам, где вы себя убиваете. Поэтому болезнь и здоровье – это одно и то же. Когда вы здоровы, вы больны, потому что тело молчит, оно не выполняет на 100% свою функцию и не показывает вам о том, где ваши затыки, где вы застряли, что вы в себе подавили. Но каждое подавленное чувство у вас, блин, миллиарды в день подавленных чувств. Ваше тело уже давно орать должно и вдохнуть, потому что, блин, вы столько в теле подавили всей этой гадости и приятности всего. На самом деле это не гадость, на самом деле это ваши чувства, и вы, блин, башка изобильная этих чувств. Короче, а что я вообще про болезнь стала, говорите, не болезнь. В общем, болезнь – это хорошо, боль – это хорошо, это, блин, боль – это сигнал вашего тела. Болезнь – это как, в общем, в целом, это функция вашего организма. Но это вы своим мозгом наделили, что болезнь – это типа хорошо, а здоровье… Ой, болезнь – это плохо, а здоровье типа хорошо. Да ни хрена! Очень хорошо, когда организм функционирует, очень хорошо, когда глаза обидят. И представьте, ваши глаза не видят, или один глаз. Это же хреново! А тело с вами не разговаривает, не показывает вам сигналы, где вы, блин, себя подавили, где ваша эта болячка застряла, и тело не показывает. Но не функционирует, ну я типа здоров. Со мной всё хорошо, я здоров. Вот у меня справка от врача, я здоров. Да вы больны, понимаете, когда вы здоровы. Вот у меня что-то заболело, я здорова на 100%, потому что моё тело функционирует, и показывает, где, бля, какая хрена, во мне случилось, что я подавила в теле. И так, болезни любые, я не знаю, любое слово взять, вот эти дуальности, ваши чувства, вы просто раздробили на кучу кусков, вы назначили, вот это хуёб, это нормально, это плохо, это хорошо, это не очень хорошо, это супер хорошо. Понимаете, раздробили эти на кусочки, но и часть кусочков ещё в себе не принимаете, раздали, вам придётся и остальное выкинуть. И вы просто ходите безчувственные роботы. Я ничего не чувствую, я ничего не знаю, у меня сил нету, у меня лень, у меня апатия, я не знаю, я чё хочу, потому что вы всё в себе подавили. Рецепт я уже вам сказала. Безусловная любовь к себе, вот вам рецепт. Все чувства, которые вы видите, знайте, то, что это ваши внутренние чувства, вашего собственного тела, вашего собственного мозга, сознания и подсознания. Это ваши чувства. Принимайте и наблюдайте за ними, не борясь, ничего. Но когда вы наблюдаете, ваши чувства начинают приобретать целостность, понимаете, когда вы просто в наблюдении этого чувства. Но вы не привыкли, вы всегда вниманием наружу, это не я, это он больной, это они, дети умирают, больные, вы там ходите, благотворительностью занимаетесь. Но это вы этих детей болезнью наделили. Вы в себе не хотите это видеть, всю эту подавленность. Вы просто перекинули на людей, остальных там детей, всю свою боль, всю свою болячку. Вы просто перекинули все свои чувства, наделили своими чувствами других. Болеете вы, пожалуйста. Главное, это не я. Я в домике. Я вообще, мне не касается. Короче, я надеюсь, что прямой эфир посмотрели люди, хотя бы 100 человек, из них 10 что-нибудь вкурят, а один точно осознает. Все, короче, мой афонсо на этой планете выполнен. Я, короче, буду очень радоваться. А еще мне очень хочется рассказывать про считку информации. Блин, очень классная тема, мне нравится. Ну, как мне потом дайду до нее. Почитаю сообщухи. Бомба! Точно! Ура! Классно! Тра-та-та! Смайлики, сердечки. Привет, помоги, не могу разобраться, вообще не чувствую насыщения ни в чем. Всегда всего недостаточно. Наблюдайте за своим чувством недостаточности. Но как только вы наблюдаете за своим чувством недостаточности, вы понимаете, что у вас есть какое-то чувство, и оно достаточно, если оно уже есть. Наблюдайте за всем спектром недостаточных в вас чувств. Наблюдайте за этими чувствами. У вас чувств недостаточности полно, но если их много, блин, Вам уже достаточно этих чувств, наблюдайте за ними, уже недостаточность перерастает в достаточность. Но только при наблюдении, не надо с этим бороться. Попробуйте так. Так, 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 давно идёт эфир, хрен его знает. Лиман, я здесь, как у тебя хватает столько энергии на нас? Что такое энергия? Вот что такое энергия? Её немало, немного. Энергия — это ничего, и всё одновременно. Это движущая сила, блядь, быстро двигаются частички. В проводах, в розетке энергия. Как, блин, заряжаем телефон, мы чего, его чем-то наполняем, что ли? У него там даже отсека у телефона нету или там. Мы его заряжаем движухой, да? Во мне есть движуха, я наблюдаю за своими чувствами. Во мне чувств полно, они кипят, бурлят. Откуда, блин, силам не взяться-то вообще? Энергия — это интерес, да? Он запускает вот это напряжение и положительные, заряженные, отрицательные частицы, напряжение. Что там в физике, с химией, да? То есть у меня есть некое напряжение, у меня есть эмоция, интерес и выплеск этой эмоции. То есть оргазм, да? Сбор, выброс. Радость, сбор, выброс. Злой сбор, выброс. То есть когда вам интересно, вы на повышенных частотах вибрируете. Блин, я не знаю, как это ещё объяснить. Короче, про энергию на самом деле уже много говорили, 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 говорили. Её ни много, ни мало. Она просто запускается, когда есть движение. И всё, это просто колебание воздуха. Это волна. Это просто скорость. Во мне скорости много. Скорость интереса жить, скорость интереса познавать новое, скорость интереса вообще что-то делать, двигаться пофиг, видеть свои чувства. Мне интересно. Вот этот интерес — это есть тот импульс, который эту скорость увеличивает. И энергия — это просто скорость. Это не материал. А когда мы признаём, что дальше делать, так я это уже сказала, как всё круто, блин, класс, всё доходит, отлично объясняешь. Нелли, это очень круто доходит, конкретно, ура, ура. Я понимаю, ура. О, классно, нифига меня понимают. Самойлова Джигана вывела на измену. Нелькина, по какому принципу наделяем тот или иной персонаж? Вообще все наши чувства, они все вовне. Кто-то мужик, кто-то мама, брата и так далее. Как мы делаем выбор, у кого чем наделить? Да никак не выбор, мы чувствуем, просто захотели, наделили, всё. Пока вам ещё неизвестен этот механизм, какое чувство букета вложить в этого или в этого, вам проще извне смотреть. Вы увидели этот букет чувств, которым вы уже наделили, уже наделили, да? Уже свершившийся факт. И увидели в себе это. Понаблюдали, это чувство трансформировалось, наблюдайте другую картинку. Возьмём мужика. Вы встретили мужика. Первое свидание, бля, классно. Второе свидание, классно. Год живёте, супер. Пять лет проходит, бля, козёл. Он был просто. То есть вначале у вас был такой интерес, вы его ещё там ничем не наделили. Вы все такие радостные, во внимание к себе, такой классный, красивый. И там на первом свидании наряжаетесь, любите себя, там глазки красите, такие все довольные, хорошо. Вам хорошо, вы наделяете мужика тоже такими классными чувствами. А всю херню в себе подавили. Но она-то начинает всё время раскрываться, раскрываться. Вы то, что подавляете в себе, оно же всегда всё равно лезет наружу. Потому что мы существа такие же, хотим себя познавать. Поэтому если у нас есть запрос себя познавать, вы хотите себя познавать, особенно те, кто сейчас в теме всех вот этих вот классных, странных, новых, новых тем, да, всё время хотите себя познавать. И оно всё вылазит, вылазит, вылазит. И эти чувства, ну, вы никак не видите в себе, и поэтому вы их отдаете, 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 и мужик все херовее, 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 и потом бежите от него к следующему зеркалу, пойдем дальше следующую баночку набивать. Вот, все дело в этом. Покажи, пожалуйста, еще раз новое кольцо. Так, у меня вот. Камень не запомнила, как называется. Вот вокруг бриллианты, а вот этот розовый камень я даже не знаю, как называется. Короче, вечно в кольцах. Но вот это мое все равно самое любимое, я вообще никак не могу отстать от него. А это так. Тоже красивое место. Ой, минутка. А если пример с ручкой наложить, например, с коронавирусом? Все так же. Коронавирус, это не плохо и не хорошо. Это просто скорость передачи информации. Все. Это просто скорость. Вы можете передавать вирусную рекламу, вирусную рекламу, да, знаете, вирусный смех. Вы можете передавать, наделяя там вирусно, какими-то свойствами. Пофиг. Это просто способ передачи. Это очень быстро и очень внедряемо в какую-то систему. Он не хороший, не плохой. Вы сами наделили этот вирус чем-то плохим. Я вижу в нем только пипец. Блин, да, это вообще классно сейчас. Население просто само себя загнало, чтобы, блин, увидеть, в каких рамках, клетках и чувствах вы сидите. Вы думаете, что вы такие в комфорте. Сейчас вы прям этим комфортом обложитесь, будете сидеть дома. У вас дома комфортная работа. Я, кстати, видяшку хотела выложить там с рефлексией. Мне почему-то не записывает этот ИДЖТВ или как его там называется. На минуту выкладывает и все. А там, короче, девушка сегодня в рефлексии осознала, почему она создала коронавирус. Это вообще взрыв мозга. Она плакала. И я вместе с ней ревела, когда я ее слушала. Она такая молодечка. Она осознала, почему она все имеет, у нее все хорошо, а ее душа не на месте, она умирает. И, короче, коронавирус просто нам понять дает. Это очень быстро информацию распространяет, понимаете. Тема, которую мы продвигаем, это просто очень быстро распространить по всем людям информацию. Блядь, задумайтесь. Вы что хороните-то себя заживо? Почему вы себя убиваете? Это же очень классная осознанка, когда ты идешь, сидишь дома и понимаешь, что, блин, ты застрял в своей безопасности, в своем комфорте, в своей золотой клетке. И хочешь обложиться этим еще домом, квартирой, машиной, целый пакет получить и дохнуть, короче, в своей мнимой опасной безопасности. То есть коронавирус наглядно все показывает. Поэтому, блин, это вообще офигенная тема. Люди не осознают ничего, пока что-то им по башке так не долбанет сильно. Они даже не задумываются об этом, как живут. То есть это классная система, которая очень быстро начинает сейчас влезать в мозг, и люди начинают задумываться, как они живут на самом деле. Но кто не задумывается, тех вскосят. Это нормально, обновление клеток организма. Как раковевшие клетки не согласны доз и доз. Не хотите жить, ну как бы, мы ускорим. Хотите жить, ваша жизнь еще улучшится. Хотите умирать, ускорим смерть. Хотите жить, увеличим вашу жизнь. То есть коронавирус сейчас ставит такую точку, где каждый получит все по своим желаниям. Вот прям каждый получит по своим желаниям. Это классная штука. Поэтому я вообще не понимаю, что вы такую там панику развели. Паника – это ваше внутреннее чувство. Вы своей собственной паникой рождаете вот эту херню всем вокруг. Потому что это ваши собственные чувства. Эти чувства материализовываются мгновенно. Вы паникуете внутри, но у вас паника. Жить, не жить, жить, не жить, не жить. Комфорт, дискомфорт, безопасность, опасность. Что делать, что делать? Где опаснее в безопасности или где опаснее в опасности? Ну то есть как бы вы метаетесь, у вас внутри паника. И люди не думают, не рассуждают, не осознают вообще, какие чувства они чем наделили. Вообще мозгами не думают. Все люди как роботы живут. А сейчас вот эта паника уже пика у всех достигла. Но люди к этому идут. Наша жизнь, блин, настолько быстро летит. Помните, на лошадях скакали, да? А сейчас передача информации уже даже ментально идет. Я могу колесец унести. Вот эксперимент был на прошлой встрече. Я писала на флипчарте инопланетянский язык. И все читали, перечитывали, фотографировали. Все классно, но только мы потом заметили, что там нет букв. А перечитывали много раз, все было нормально. Скорость передачи уже ментальная вот такая. Просто я чувствую вам сейчас передаю. Даже не слова. Я хочу достучаться вам через сердце к сердцу. А словами вряд ли вот, ну как бы многие поймут. Если вы сейчас попробуете это прочувствовать, вы поймете. Если сейчас попробуете проанализировать умом, ни хера у вас не получится. Так, у меня минута осталась. Блин, не дочитаю. Не дочитаю. Мамочка моя, привет. Милли офигеть. Та-та-та. Так хочется прочитать отзывы. Что-то нам написали. Огонь все чувства нейтральные. Ты гений. Конечно, гений вообще. Вы гений в себе. Видите, я ваш почтальон вам показываю, что вы наделили меня гением, а в себе это отрицаете. Да примите уже в себе гений этого. Люди. Минута осталась. У меня чувство, что если я не наблюдаю дыхание, я не дышу вовсе. И только когда на него обращаю внимание, в этот момент я начинаю дышать. Все так. Когда вы наблюдаете за собой, вы есть. Когда вы не наблюдаете за собой, вас нету. Нету. И желания ваши не могут исполнить. За посыльный посылку принести не может. И все ваши чувства ходят в пустых бутылках вокруг вас, в скафандрах, потому что вы себе, блин, вы себе все задолжали. Вот все, все ваши чувства, они все ваши. Так, ты ответила, разложила до мозга костей мой больной вопрос. Ты супер, благодарю. Попробовала сейчас наблюдать за этим чувством. Оно исчезает. Конечно, оно исчезает. Блин, деструктивных чувств нету. Это вы просто взяли ручку, поделили на части. Так, вот это вот такая часть, вот такая, вот такая. Все, целостности нет, обломки и ни хрена нету. Ни хорошего, ни плохого. Все, робот. Так, все, ладно, выхожу. Осталось 10 секунд. Субтитры сделал DimaTorzok